Генеральная ассамблея ООН 22 июня рассмотрит проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом сообщил министр иностранных дел Тудор Ульяновский. Он отметил, что речь идет об оперативной группе российских войск, а не о российских миротворцах, входящих в объединенный миротворческий контингент. Нужно сказать, что это уже не первая попытка этой власти, прошлое ожидаемо провалилось. Однако на этот раз министр уверен, что Генассамблея одобрит предложенный проект. На чем основывается его уверенность? Какими могут быть последствия? Как это отразится на молдороссийских отношениях, а главное на самом процессе Приднестровского урегулирования? Ответы на эти и многие другие вопросы в самое ближайшее время вы смотрите «Полюс». Здравствуйте! И как обычно, вначале представляю моих гостей, людей, которые добрались сегодня до «Полюса». Корнелю Чурю, политолог. Политолог Борис Шаповалов, глава бюро ТАСС в Республике Молдова Валерий Демиденский. И вам добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, первым делом хотелось бы узнать, как вы можете объяснить ту настойчивость, с которой Молдова пытается заручиться принятием резолюции в ООН по этому вопросу. Вот правящая коалиция так пытается решить Приднестровскую проблему всеми имеющимися с ее точки зрения возможностями? Борис Андреевич. Ну, я думаю, что правящая коалиция, это и парламентское большинство, так называемые демократические партии, правительство Филиппа, они отрабатывают какой-то определенный номер. Потому что, если мы посмотрим на события на Украине, если мы посмотрим на Грузию, если мы посмотрим на то, что у нас в марте прошел вот этот междусубойчик между Грузией, Украиной и Молдовой, вот это обсуждение в рамках, скажем так, парламентской конференции, в некоторых вопросах взаимодействия, если мы вспомним последние заявления, опять-таки, да, о том, что они подадут якобы какой-то иск в отношении Российской Федерации об оккупации территории Грузии Украины. Совсем недавно второй раз об этом заявил, кстати. Ну, он у них там вот этот спикер, он озвучивает всякие вот такие сумасшедшие идеи, да, вот такова его роль у нас в стране. И тогда мы поймем, что эти все действия координируются из одного центра. То есть, не наши так хотят? Нет, не наши. Есть американские партнеры, задача которых вытеснить отсюда, из этого региона Российскую Федерацию. Они целенаправленно делают все, что необходимо вот в этом направлении. И открытие офиса НАТО, и обострение отношений с Российской Федерацией, и, помните, эта история с Рогозином, и высылка пяти дипломатических работников в мае прошлого года, четверо из которых были членами контрольной комиссии Российской Федерации. А что такое объединенная контрольная комиссия? Это тот орган, который осуществляет безопасность в нашем регионе. И эта безопасность признается всеми участниками, ну не безопасность, а орган, да, всеми участниками переговорного процесса. Поэтому это целенаправленные действия, пошаговые. Сама резолюция, на мой взгляд, абсолютно не будет иметь никакого эффекта, потому что это просто пропагандистская кампания. Потому что она ни к чему не обязывает. Поняла. Господин Чуря, чем вы можете объяснить вот такую настойчивость? В прошлый раз, несмотря на то, что премьер поехал туда на заседание Генассамблеи ООН, выступил с высокой трибуны, а резолюция провалилась. Тогда не было речи о резолюции, тогда нужно было другой момент. Сейчас мы говорим о включении в повестку дня, обсуждение вопроса. Да, и даже вот этого не получилось. Тогда провалилась, сейчас не провалилась. У меня несколько другой ответ, чем у господина Ашиповаова. Дело в том, что, как мне кажется, это неполный ответ. Конечно же, существует западное влияние, которое здесь неоспоримо. Конечно же, существует и российское влияние в Молдове, которое также неоспоримо. Мы можем говорить о каком-то балансе или о дисбалансе. Но вопрос ваш, по сути, мне кажется, в следующем. А в чем интерес Молдовы во всем этом? И я бы попытался ответить именно на этот вопрос. Дело в том, что проблема восстановления полностью нашего суверенитета и также проблема решения Приднестровского конфликта предполагает такой процесс, как интернационализация конфликта. И это попытка, но ее не выдумал Канду, это понимание и понятие интернационализации. Это молдавская политика. Молдавские политики проводили с самого начала целенаправленно. В чем смысл интернационализации конфликта? В том, что по мнению многих политиков, включая, кстати, господина Воронина, когда он был в власти, существует определенный дисбаланс векторов. Российское влияние в Молдове, особенно в Приднестровье, намного выше. И это создает проблемы для суверенной Молдовы. Поэтому этот баланс нужно создать, нужно уравнять вот эти чаши. И поэтому в 2005-2006 году был создан формат 5 плюс 2, включение как наблюдателей США и Евросоюз. Потом был план пакетного соглашения и также пакт о стабильности, который предлагался, кстати, людьми левого толка, а не правого толка. Для того, чтобы большие державы как-то договорились по Приднестровскому регулированию. К сожалению, этот план не прошел. Потом была пауза. Люди, которые занимались Приднестровским регулированием, ушли, пришли другие. Которые, я думаю, у них было другое понимание вопроса, что означает другое понимание. Все были озабочены Евросоюзом и не думали ни о чем другом. И вот сейчас, когда о Евросоюзе мы стали чуть-чуть меньше говорить, мы вернулись к старому пониманию, что нужно создать этот баланс. А для этого нужно усилить западное влияние, особенно на разрешение Приднестровского конфликта. Потому что без этого мы не можем на равных говорить с Россией ввиду так называемого формата 2 плюс 1. Россия и Приднестровья против Молдова, как он существует, например, в этой комиссии по зоне безопасности. Поэтому мы проводим эту политику. Мы нуждаемся в том, чтобы западное, ну вообще мировое сообщество, конечно, не единодушно выскажется в пользу вывода российских войск. Можно говорить, тут есть нюансы. И я думаю, этот баланс будет восстановлен, и от этого мы выведем. А баланс будет установлен, потому что Россия в самом деле выведет то, что мы... Нет, Россия не выведет войска. Так каким же образом будет установлено этот баланс? Нет, ну мне интересно мнение, я чурю. Значит, российские войска останутся, но будет определенное мировое осуждение того, что на территории суверенного государства находятся войска других стран. Некоторые даже говорят об оккупации. С чем я не согласен, но у нас есть... Ну почему же некоторые? Это говорит председатель парламента. Это неофициально, то есть... Ну как бы, это мне не ошибочно. Уж куда официально, если об этом... Есть и конституционный суд, который об этом сказал. Конституционный суд это у нас вообще... Господин Демидетский, мне вот интересна ваша точка зрения. Вот вы чем объясните ту настойчивость, с которой Республика Молдова все время возвращается к этой теме? Как говорил герой одного известной комедии, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это неизвестно. Все, я думаю, что все это, и эта инициатива, и многочисленные инициативы по изменению Конституции, по языку, по евроинтеграции и так далее, связаны только с одним. И мы все это понимаем. Выборы, вы хотите сказать. Выборы. Нужно снова сыграть в эту знаменитую геополитическую игру, как на местных выборах. Кто кого погонит, наши городские, вот сейчас идет чемпионат мира по футболу, да, все болеют. И, к сожалению, у нас, если бы столько усилий, сколько мы предпринимаем в нашей политике для того, чтобы делать разные внешнеполитические инициативы, было бы направлено на изменение ситуации в стране, из которой за годы независимости сбежала половина населения. А остальная половина, 70% оставшихся, любит лидера соседнего государства. И мы ничего лучшего не придумали, как в времена Суслова, как в времена Канадчиковой дачи Высоцкого им телевизор отключить. Ну, пришли к дурдому, понимаете. Поэтому я считаю, что это все связано, к сожалению, с выборами. Мы это переживем. От итогов выбора тоже много не зависит. Я не соглашусь, я абсолютно согласен с господином Чури, что делается усилие по интернационализации конфликта. Я тоже не согласен. В формате 5 плюс 2 там получается, да, если считать... Большинство. Да, большинство других. На другой стороне. Но, понимаете, чем больше мы привлекаем иностранных наблюдателей, иностранных участников к нашему внутреннему конфликту, а это семейный почти что конфликт, понимаете, это можно, я давным-давно объяснял и проводил это сравнение. Это же самое, что после ссоры с женой не явиться к ней вечером с букетом цветов, бутылкой шампанского, а провести компанию пьяных друзей и говорить, и рассказывать о ее плохих качествах, да. Я думаю, что после этого примирение вряд ли состоится. Но и у друзей тоже бывают интересы, и как знать, может, к утру одного из них обнаружите вместе с ней в спальне, да. Поэтому, чем больше мы привлекаем, вот я замечаю, да, чем больше мы привлекаем иностранцев, так сказать, иностранных сил, да, а у них тоже есть свои интересы к решению нашей внутренней проблемы, чем больше мы отдаляемся. Вспомним историю с меморандумом Примакова, когда мы были в одном шаге, потом был меморандум Козыка в одном шаге. Вот сейчас прошло 15 лет после меморандума Козыка, да. 15 лет, по которому говорили, что вот войска аж через 15 лет будут вводить и так далее. И где мы? Где мы в этом конфликте? Мы еще дальше. Мы его загнали в тупик. Мы приняли в 2005 году при поддержке внешних партнеров закон, и очень радовались этому, закон о Приднестровье, без учета мнения Приднестровья. Приднестровье на это ответило. Меморандумом. Референдумом. В результате мы ситуацию загнали в такой тупик. И сейчас мы очень так наивно надеемся, что придут, кто-то думает, что эти проблемы решат русские, кто-то думает, что эти проблемы решат американцы, и нам подарят это Приднестровье. А давайте зададимся одним простым вопросом. А сегодня тем, кто у нас сегодня правит страной и надеется на победу на выборах, нужно решение Приднестровской проблемы. Давайте говорить серьезно. Об этом, да, и просили сделать простое упражнение. Вы знаете, вот смотрите, наш экс-бывший посол Молдовы в ООН Влад Лупа высказался по поводу этой резолюции. И вот что он говорит. Проект резолюции о выводе иностранных войск в территории Молдовы разработан в спешке. Трактуется неоднозначно, и в его основе лежат предвыборные интересы. В общем, он имеет в виду, что сам документ... Если будем вдаваться в детали, то тогда вы увидите, что вам не понравится то, что он думает. Потому что он говорит о том, что очень плохо, что в документе не указано российским... Не указано слово Россия. А, говорят иностранные войска. Ну, кстати, он после этого говорит совершенно так миролюбиво, что вот Россия к этому может придраться, и после этого весь документ будет отправлен на доработку. Я не думаю еще раз. То есть, вот так, вполне, кто же его знает. Единственное, что все уверены, что на этот раз господин Ульяновский совершенно уверен в том, что резолюция пройдет. Уж не знаю почему. Вы понимаете, на чем я был уверен? Ну, были визиты в США, были обсуждения. То есть, естественно, наши западные партнеры, с которыми мы общаемся, наверное, дали хорошие сигналы. В принципе, международная обстановка благоволит этому, потому что... Вы сейчас о такой русофобии, о таком тренде? Ну, это вы называете русофобией. Я говорю о Крыме, о Донбассе, о том, что все-таки Россия повела себя относительно нецивилизованно, и поэтому она, мировое сообщество, западное сообщество дает ей ответ. И мы попали, мы должны быть или на одной стороне, или на другой стороне. Вы хотите сказать, это такая нелюбовь к России. Не хотите русофобия? Ну, обозначьте своим словом, как этот тренд назвать. Даже не хочу характеризировать, это как-то оценить. Мне кажется, что это правильное поведение, когда... Я понимаю, что у России тоже были свои поводы, когда она ввела войска, но с нашей точки... Одну минуточку. Куда она ввела войска? Я понимаю, что у солдат не было погон. Вы про Суворова, Александр Васильевич? Нет, нет, нет. Я имею в виду про тех, которые были в войсках, про зеленых людей. Но при Суворове. И они отсюда не уходили. Украина приняла закон об оккупации. Причем у нас... Применять закон, что солнце сходит на западе. Но все равно он войдет по... А войска, которые находятся в Приднестровье, они тоже не российские. А это войска? Вот хороший вопрос. Я бы думала, чтобы мы поговорили. Это люди с одуванчиками. Нет, не об этом речь. Нет, посмотри, секундочку. Вот когда... Один момент. Российские войска находятся на законных основаниях. Часть. Борис Андреевич. Это было сказано. Миротворческие силы. Зачем мы можем говорить слово войска? Это часть законная, а вторая часть незаконная. Покажите мне документ. А кто решил, что мы вообще можем использовать термин... Секундочку, Борис, секундочку. Я могу показать документ. Кто решил, что мы должны использовать термин войска? Вы не слышите, о чем я говорю. А заранее спорите. Ведь о чем сейчас, в принципе, спорят... Ограничена группа российских войск. Потому что о том, что это российские... Вот, Валерия, хочу вам предоставить слово. Как вы понимаете вот этот конфликт, что одни считают, что это миротворческие силы все-таки, да, к ним необходимо все это причислить, другие считают, что так нужно относиться как ограниченный контингент. Господин Лупан считает, что все силы, они не миротворцы, они все российские войска. Если считает господин Лупан, то, значит, со мнением нет. Нет, ну вы их просто протестировали. Я хочу... Я сейчас могу протестировать переднестровцы все россияны. Пожалуйста. Если мы будем заниматься квалификацией, как ее занимаются, то мы отсюда с этой студией не уйдем и через неделю. Потому что как объяснить оккупацию Косово, оккупацию Ирака, убийство сотен миллионов людей в интересах нефтяных компаний, под видом демократии и так далее, и так далее. Оккупацию Афганистана. Ливия, Сирия. Это можно продолжить, понимаете? И преступления, те, которые были совершены теми, кто сегодня берет на себя роль ментора и указывает Россию, это можно, это нельзя. Я могу спросить. Цивилизованно или не цивилизованно? Цивилизованно, не цивилизованно. Сколько людей погибло в Крыму при так называемой оккупации? Не одного. И я предлагаю всем, кто хочет про Крым поговорить, пусть поезжают туда и поговорят с людьми, и они многое для них поймут. Или, допустим, когда Милошевич стрелял по своим провинциям, из тяжелых орудий или использовал танки, его потащили в Гагу, где он помер. Господин Порошенко за это носит на руках. Поэтому здесь просто разность подхода, понимаете? У нас прогнозилось, ты говоришь. Нет, нет, Корнел, мы великолепно с тобой знаем, что, знаешь, как бы Россия все 90-е годы, до почти 2008 года, ни во что не вмешивалась, ничего, тем не менее, мир не стал лучше, а наоборот, разгорелось больше войн. И когда русские, наконец, им это надоело, они сказали, что, ребят, а мы тоже будем поступать так же, как поступаете вы, ну, знаете, тут же моментально все возмутились и вспомнили о международном праве. Может, вспомним о международном праве геев, Вы защищаете позицию России, я говорю с точки зрения интересов Молдовы. Я не защищаю позицию России. Я не говорю, что Россия виновна. Нет, нет, нет. Глобально. Но в Молдове она ведет себя неправильно. Я говорю, что мы должны думать, мы должны думать не теми категориями, мы должны думать не теми категориями, что кто там прав, Запад или Россия, мы должны думать о своих интересах. А если думать о своих интересах, то мы сегодня понимаем, что накал вот этого противостояния таков, что можно спокойно залезть под какую-нибудь очень нехорошую историю. Валерий, очень простой вопрос. Вот что хочет официальная Молдова, чтобы вывела Россия? Потому что, понимаете, есть разные трактовки. Вот и мне интересно, вот кого конкретно должна вывести Россия? Эти люди чем там занимаются? Я спокойно объясняю. Есть, есть, эти трактовки прозвучали. Молдова считает миротворцев законными, ОГРВ незаконными. Приднестровье говорит, что ОГРВ это часть миротворческого процесса, потому что там два батальона. Почему? Чем занимаются эти люди? Охраняют склад с оружием. Вот, секунду, секунду. Там не совсем все так. Дело в том, что действительно права молдавская сторона, которая заявляет о том, что там около 1500 человек. Что такое 1500 человек? Это два батальона, которые меняются. Один батальон входит в ОГРВ, отдыхает, готовится, другой стоит на постах вместе с молдавскими и приднестровскими голубыми касками. Потом они меняются. Нет, есть еще те, которые... И есть еще часть, часть, не полный батальон, который охраняет склады в колбасах. Склады в колбасах. Давайте представим себе, что завтра Россия говорит, есть решение ООН, ребята, до свидания, они пьют отвальную, берут знамя, пакуют, и оттуда уезжает 20-30 офицеров. Все остальные, как мы знаем, с тех пор, как Украина заблокировала приезд сюда миротворцев из России, давным-давно мы знаем, что там набираются приднестровские жители с российской партнерой. Не только приднестровские, но и молдавские жители. Кстати, товарищ, который застрелил, застрелил этого парня пьяного, который катался там на постах, он из Бендер, бывший тоже наш военнослужащий. Поэтому все туда приходят служить, да, и вот представьте себе ситуацию. Хорошо, мы выполняем это дело, офицеры уезжают, кто будет охранять склады? 20 тысяч тонн водоружения. И нести ответственность в 10 километрах от украинской границы, где на украинской границе уже сегодня даже Запад говорит. Была договоренность, что они должны быть вывезены. Нет, нет, секунду, секунду. Получается так. Корнел, давай договоримся так. Для того, чтобы принимать какое-то решение, вот я почему не люблю Михаила Сергеевича Горбачева, прежде чем строить новый дом, нужно иметь деньги, смету, план и многие вещи. Дурак как поступает? Он разрушает дом, а потом говорит, слушайте, денег нет, нет плана. Так и мы поступаем. У нас есть миротворческая операция, у нас есть охрана складов, у нас есть стабильность какая-то. Мы не приняв никаких решений, никаких решений, а кто будет охранять склады, а как будет проводиться миротворческая операция. я пытаюсь, чтобы если все будет говорить короче, у нас получится дискуссия жарче. Уберите войска. Ребята, а кто мешает договориться вам сначала о том, как дальше будут охраняться эти склады, как будет проводиться миротворческая операция, что будет с политическим процессом, который надо вывести, а потом уже, это позиция, кстати, президентом я абсолютно разделяю точку зрения валерия по этому вопросу почему потому что но смотрите есть две главные договорящие стороны молдавская и приднестровская и вот они должны договориться друг с другом и как они договорятся в по большому счету все должны с этим согласиться знаешь как договорятся же как они договариваться металлолом как по продаже энергии великолепно вот и поэтому можно договориться но что происходит а происходит вот то что говорит корнил искусственная интернационализация миротворчества миссии и посмотрите что происходит есть закон физики и общественного развития вот его никто не может отменить ни физики не в общественном развитии чем больше тел окружает движущиеся тела тем медленнее движется это тело это закон физики его не отменишь это закон общественного развития чем больше будет переговорщиков чем больше будет втягиваться в этот процесс тем сложнее его будет решить и кому выгодно затягивать вот этот вот если мы ответим на вопрос кому выгодно затягивать переговорный процесс и реинтеграцию страны, мы тогда абсолютно поймем, вот в чем дело. Теперь по этому контингенту, миротворческий, немиротворческий и так далее, давайте поставим точку над самым главным вопросом. Есть соглашение 21 июля 1992 года, подписанное президентами Молдовы и Российской Федерации и преднестровской стороной, тогда Смирновой. В этом соглашении четко и ясно оговаривается, как будет проходить переговорный процесс, как будут решаться политические вопросы. И там четко и ясно записано, что российские войска уйдут с территории преднестровского региона после политического урегулирования. Теперь следующий вопрос, что хочет молдавская сторона, та, которая не думает своей головой, я имею ввиду вот сегодняшних наших руководителей, что мы при помощи Соединенных Штатов Америки, при помощи НАТО, при помощи еще кого-то окажем давление на Российскую Федерацию и пусть они сами выведут войска, потому что по-другому нельзя. По-другому, если молдавская сторона разрывает это соглашение, значит прерывается переговорный процесс, преднестровье и правобережье Молдовы находятся в состоянии войны до 21 июля 1992 года. А вот этого делать не хочется, хочется иметь чистые белые ручки и чужими силами решить этот вопрос. Теперь следующий, и самое главное, во что упирается, и это тоже носит юридический момент, есть решение ОБСЕ, саммита ОБСЕ 1992 года, ОБСЕ, Стамбульские соглашения, которые не были ратифицированы ни одной страной НАТО. И там записано, да, Российская Федерация выводит свой вооруженный контингент, она не отказывается этого сделать. Но сами страны НАТО не ратифицировали это соглашение, да ОБСЕ не вступило в силу. И лишь Российская Федерация в июне 2017 года президент Путин приостановил действия ДОБСЕ. То есть получается, с одной стороны, западникам хочется, ты, Россия, выполняй, вот типа то, что ты пообещала, да? А мы свою половину выполнять не будем. Мы сегодня разместили, я имею ввиду НАТО, не НАТО конкретно даже, НАТО само собой. Скажите мне, пожалуйста, что делают 68 тысяч американских солдат на российской западной границе? В Латвии, в Литве, в Польше, в Румынии. А почему это? Мы говорим об интересах Молдовы. Это несколько другая тема. Подождите, это не одно и то же. Вы исходите с интересов России. Подождите, подождите. Вы говорите об интересах Молдовы со стороны конгрессмена Соединенных Штатов Америки. А есть интересы Российской Федерации в этом регионе, где есть 250 тысяч граждан России. Вы защищаете интересы России в данном случае. Я защищаю интересы Молдовы. Я говорю о том, что нужно сейчас Молдовы. Подождите, интересы Молдовы это 26 лет мира на этой земле, которую обеспечивает российское военное присутствие. Кстати, российское военное присутствие предостроено. Завтра уйдут российские войска. У нас сумасшедших много. По 92-му году мы их прекрасно... Хорошо. Спасибо, Борис Андреевич. Пахамили. Значит, перечислять умение, кем, кто развязал ту боль. Уважаемые мои гости, вы сами выбрали вот этот стиль. Я пытаюсь сопротивляться. Вы каждый говорите по 5 минут. Я уже целый час молчу. Давайте вы будете более краткими и будут высказываться все. У меня такое предложение. Я хотел бы объяснить более четко позицию Молдовы. Приходится это делать, потому что слышу очень странные вещи насчет ратификации и так далее. Во-первых, в этой резолюции, кстати, Влад Лупан на это как-то акцентирует внимание и критикует. Не существует временных рамок. Да там много чего нет. Но именно, то есть мы не говорим о незамедлительном выводе российских войск, потому что господин Шаповалов правильно говорит о том, не должен существовать вакуум. Мы это понимаем, Молдова это понимает, господин Шаповалов в меньшей степени. Но Молдова понимает, что вакуум не должен существовать. Поэтому мы говорим о ям миротворческой миссии под международной, под эгидой, мы не знаем под чьей эгидой, но которая должна заменить этот контингент. Второй шаг, замена миротворческой российской миссии на мифическую, гражданскую, полицейскую миссию. А не об этой миссии нужно. Вот цель Запада, для того, чтобы опять бойня была с этой стороны Украины. Какая бойня? Вы говорите про бойню, когда в Донбассе господин Путин предлагает о введении миротворческой миссии. Понятно, на линию разграничения. Там идет обсуждение. А у нас она стоит. Зачем нам изобретать велосипед? У нас стоит российские солдаты. Не надо путать. Вот вы специально все подводите под свои российские интересы. Подожди, у нас стоят молдавские, тренистровские и российские. Теперь еще очень важные моменты. Да, в 99-м году было принято на Истамбульском саммите решение о выводе войск и ничего другого. Россия взяла на себя обязательство о выводе войск и вооружения. В 2002 году на саммите в Порту было принято решение, что этот вывод должен сопровождаться разрешением преднестровского конфликта, но не окончательным урегулированием. Процесс параллельно. Синхронизация. Термин синхронизация с решением. Мы сейчас видим, и у Молдовы есть повод говорить об этом, что процесс урегулирования конфликта происходит. Идут шаги. Сейчас были подписаны определенные соглашения. То есть, есть определенное желание с обеих сторон идти друг другу навстречу. И в этих условиях можно зафиксировать, что идет синхронизация. То есть, идет, прогрессирует процесс урегулирования конфликта. Поэтому Молдова имеет право поставить. Вот, мы начали, согласно с Портовскими соглашениями, мы начали процесс урегулирования. Давайте, вводите свои войска. Вообще, конечно, стихонечку. Вообще, конечно, это очень... Один вопрос. Новая редакция до всем. Сила вступила. Борис Андреевич, сейчас время говорить Валерию Демиденскому. Вы объясните, что вы имеете в виду. Потому что по этой новой редакции Россия обещала выводить конфликта. Валерий, Валерий, Валерий. Дома, он не вступил в силу. Мне, например, вот мы начали сейчас говорить о стамбульских соглашениях, начали увязывать вот это вот. Вот вы, скажите, видите ли вы эту связь и конкретно, кто что нарушает, да? Я убежден в профессионализме нашего МИДа. Я думаю, что все специалисты, если с ними поговорить не на публике, а в тихо говоря, непределепно понимают, что в условиях вот этой сложившейся геополитического противостояния, да, где у каждого есть своя позиция, никто отсюда, никуда, ни туда, ни сюда не уйдет. В принципе, это понимают все. Да, это все понимают все, что сложилось, что такая падает визуализация. Поэтому я, мне очень понравились слова господина Канду, который в интервью украинскому агентству говорил, как прекрасно договариваются господин руководитель правящих партий. Если бы эти все усилия, те же бизнес-интересы и другое были бы направлены на объединение двух берегов Днестра, мы думаем, мы бы удивили бы иностранных, так сказать, партнеров и сказали бы, знаете, мы тут во многом договорились, в принципе, вражды между двумя берегами Днестра нет. У нас не та ситуация, которая в Абхазии, Осетии и в других горе, и на Донбассе, и в других лыжах. Но, давайте говорить честно, у нас впереди выборы. Кому накануне выборов нужен приход проднестровских избирателей сюда? Это вопрос о том, что мы показали желание решать проднестровскую проблему. Никому на левом и на правом берегу Днестра, людям, которые привыкли паразитировать на этом внешнем факторе, показывая вот это геополитическое простояние, выпрашивая деньги, и там, и здесь, кому нужно решать эту проблему политикам? В прошлом году как подняли, не удалось в этом году? Никому. Нет, удалось продвинуться по некоторым вопросам. И поверь мне, Корнел, тысячу раз я уже 25 лет сижу на этой проблеме. В прошлом году была неудача, потому что Россия заблокировала обсуждение этого вопроса. Нет, сижу на этой проблеме. Не от России зависит. 30 офицеров, которые находятся во главе проднестровской, так сказать, не могут заставить проднестровцев не любить Молдавию. Их бы утопили в Днестре, понимаешь? Если бы вы хотели два берега воссоединиться. Главное, даже я скажу, что не люди не хотят воссоединиться, не хотят воссоединиться политики. Потому что очень понятно, понимаешь, нельзя не будет не ловить рыбку в темной воде, понимаешь, о которой мы говорим. И как мы можем уговаривать приднестровцев объединяться с нами, и даже тех же политиков, когда они видят, что у нас происходит, мы видим, что у них происходит. Когда есть заявление господина Канду, смотрите, реакция официальной Москвы, я возьму на себя труд и зачитаю. Ничего более контрпродуктивного и провокационного придумать невозможно. Это замглавы российского МИДа Григорий Карасин. Он считает, что эта инициатива только обостряет эмоции и мешает спокойному развитию процесса урегулирования приднестровской проблемы. Меня никто не уперебедит, как человек, который 25 лет наблюдает за этой проблемой, снимал фильмы, разговаривал с тысячами людей и так далее. Ключ от решения приднестровской проблемы лежит в Кишиневе, в Террасполе. Хотели бы мы, давным-давно бы решили проблему. Мы не хотим решать эту проблему, потому что вот эта ситуация статус-кво выгодна нам для того, чтобы... И сегодня, к сожалению, в Кишиневе накануне выборов нужно необходимо засвидеть свое почтение тем людям, которые могут не допустить власти и устроить цветную революцию. Поэтому мы делаем то, что они хотят. Вот и все. Вот такие слова. Их же просто было просчитать. А если мы, Корнелия, вот вспомним, и вас тоже приглашаю сейчас, Борис Андреевич, к разговору, если мы вспомним последнее заявление Канду в отношении России, то как-то вот становится не очень понятно, чего мы вообще хотим. Мы же понимали, что ответ будет таким, и ничего хорошего не светит. Вот как мы? Мы собираемся продавливать эту резолюцию. Вот что мы собираемся выиграть в конечном итоге? Ну пока что против этой резолюции высказалась только Россия. Поэтому продавливать как бы ничего не нужно. Нужно поставить на обсуждение, сначала неформально увидеть, какие точки. Если будет все мировое сообщество за, а Россия против, ну тогда, извините, конечно, Россия важная страна, никто не отрицает. Но если одна страна против и все за, почему бы ее не обсудить и не проголосовать? То есть, в принципе, вот такие слова, когда вот они так возмущаются, мы должны брать это слово. Они не только возмущаются, они заблокировали в прошлом году. Нет, вот сейчас вот они говорят. Они в прошлом году заблокировали, а сейчас не могут заблокировать. Я говорю об их реакции, которую мы могли предусмотреть. Мы на нее сейчас вы должны не обратить внимание? Как мы не обратили внимание? Ну как? Россия против, значит, все, закрыли вопрос. Да нет, мы свою функцию выполнили. Мы поставили вопрос, нами довольны. А дальше мы в кровани России. А не что, еще раз хотят. Еще какой-то вопрос. Второй вопрос, дайте я закончу уже. Но второй вопрос. А что будет потом? Сегодня все дерутся. А что будет потом, что не с Роскому регулированием здесь? Какие-то козыри даст Тирасполю, какие-то козыри даст другим. Мы уже не думаем. И какие переговоры? Главное понравится накануне выборов тому, кто может в эти выборы отрегулировать. Есть такое мнение, Борис Андреевич. Дело в том, что эта резолюция абсолютно ничего не решает. Почему? Потому что это обыкновенная декларация по какому-либо вопросу, ничему не обязывающая ни Россию, ни Молдову, ни Приднестрову. Ну вот Корнелю так не решают. Я считаю. Вы же говорите о ее ОССР. Она не имеет обязательного характера. Я помню знаменитую резолюцию, которую внесла Россия о запрете героизации фашизма, пропаганд, нацизма и так далее. Молдова почему-то оказалась в воздержавшихся странах. А против проголосовали кто Соединенные Штаты Америки и еще кто-то. Ну и что после принятия этой резолюции изменилось в Литве, в Латвии и Эстонии, где нарушаются права человека? Что изменилось в европейских странах, где идет новое развитие неонацизма? Что изменилось? Ничего не изменилось. Это вы сейчас о роли ООН вообще. О роли ООН вообще и об этой резолюции. А что роли ООН в деле? Теперь следующее. Вот смотрите, я понимаю, сейчас телезрители на нас смотрят и кое-кто ничего не понимает. Вы только не очень долго объясняете. Нет, я не долго как раз объясняю. Я не долго как раз объясняю. Вот мы с господином Демидецким поругались. По какой-либо причине. А сейчас все подеремся. Нет. Вот то, что сегодня происходит. Наконец-то в моей студии кто-то поделился. Да, то, что происходит. Вот есть еще один миротворец, который нами занимается. И вот Людмила и еще здесь десяток других рядом появляются, которые нам помогают с господином Демидецким помириться. И собираются принять резолюцию. Они принимают резолюцию и говорят, что какая-то из наших сторон в чем-то не права. Проблема решается в наших отношениях или нет? А без резолюции она решается? Вы знаете, еще один, Людмила и Рудмила и Рудмила и Рудмила и Рудмила и Рудмила. Нет, давайте я спрошу, а России нужно напоминать, что она должна выводить свои войска? Так, секундочку. Так она подписала соглашение 21 июля 1992 года. Она выведет, когда мы выполним, наконец, договоренность. Мы договоримся. Не было написано, нету такого зафиксировано, что когда будет окончательное решение, тогда Россия выведет в саммите, в этом соглашении или декларации портовской написано Синхронизация с процессом урегулирования. У нас есть процесс урегулирования? Да, у нас есть. Политически? Даже Михаил Теодорович Гимпу, будучи исполняющим обязанности президента, Когда речь о Гимпу, я прошу вас молчать. Даже Михаил Теодорович Гимпу, будучи исполняющим обязанности президента, не набрался храбрости подписать динамсацию этого соглашения, и закрыть вопрос, и так далее, и так далее. Я думаю, что руки бы отбили, он бы ходил вот так. Но здесь вопрос в другом. Знаете, я думаю, что у нас есть такая дурная привычка, когда человек что-то говорит и с чем-то не согласен, и его тут же объявляют предателем, и так далее. Я думаю, что все в этой студии за то, чтобы Молдова была целостным государством, чтобы Приднестрово вернулось в состав Молдовы, чтобы на территории Молдовы никогда не было иностранных войск. Я лично наступаю за это. Но весь вопрос в том, что движение к добру, движение к хорошим решениям, это большая проблема, понимаете, как прийти к этому. Вот то, что мы сегодня делаем, я считаю, что это, в принципе, погоня за 7-минутной выгодой, вот именно выборной выгодой, но не погоня за стратегическим. Решение вопросов. Видим это вопрос. Понимаете, вот и все. Мы не должны, мы сто раз разменивались при решении Приднестровской проблемы, и решением, потому что Приднестровская проблема очень важна. Без нее, без ее решения не может существовать Молдовское государство. А мы, посыпется страна, в которой мы все живем, с которой мы кровно связаны, и никто не хочет, чтобы здесь бегали зеленые человечки, чтобы здесь люди стреляли в друг друга, как было в 19-м году и так далее. Этого никто не хочет. Но, понимаете, зачастую бывает так, что политики из каких-то 7-минутных выгод, как это было, кстати, недавно на Украине, когда власть в России при распаде Советского Союза, когда вот желание побыстрее добраться к кормилу власти, затмило все. И этим была выставлена дорога в ад, когда погибали тысячи людей, страна была обрушена и так далее. Мы не должны идти по этому пути, понимаете, по легкому пути. Стараюсь сегодня угодить этим, завтра тем и так далее. И очень радуюсь, что нам кто-то дает деньги на это, гражданскому обществу и так далее, и так далее. Валерий, если я правильно вас понимаю, мы должны говорить о том, что необходимо это решать? Безусловно, мы должны это решать. Зима там, да, но вопрос в моменте, да? То есть, когда это... Постоянно. Дело не в моменте, а в постановлении вопроса самого. Но не только о разделе страны, об опасности того, что... Нельзя решить проблему, выходя на трибуну ООН, не договариваясь друг с другом. Так проблему не решат. Мы вроде бы согласны в этом, что проблему не решат. Но напомнить нужно... Нет, нет. Что напомнить? Давайте переговариваться с Тирасполем, давайте решать вопрос, давайте уважать людей, давайте решим вопрос по русскому языку. У нас же в последнее время ряд договоренностей было подписано с Тирасполем. А не принимать тупые решения консольного суда, которые нас возвращают в 1989-й год. Я имею в виду по статусу русского языка как межнациональный и так далее. Мы хотим таким образом договориться с Приднестровьем? Да нет. Из-за этого мы и воевать точно в 92-м году. Да, мы согласны. Все время почему-то мы должны. Они в 2006 году высказали свою позицию в ответ на наш закон. У нас закон имеет право. Мы должны. В отношении русского языка. И вот высказывание, конечно, вот понимаете, они как бы должны. Но я вот ставлю себя на их место, и когда я слышу председателя парламента... Что только мы должны. Я сказал, что не только мы, мы и они. Они должны. Я пытаюсь вам сказать, что это слово. Знаете, наших политиков понять просто. Почему? Потому что... Они что, наш язык запрещают или мы запрещаем русский язык? Я говорю про переговорный процесс. Они должны принять во внимание, что мы хотим. Так нет, я по языку говорил. Вы с этим согласны? По языку я не знаю. Насчет чего? Ну вот, о том, что у нас происходит. Но это в струю принести. Это все последние моменты, которые вы не хотите называть русофобией. Вот господин Шиповалов считает, что это вредит. Урегулирование Приднестровского. Я так и не понял. Русский язык и статус межнационального общения. То, что у нас сегодня планируется и делается. Все, этот вопрос будем обсуждать. Так с этого начался Приднестровский конфликт или нет? Ответьте на этот вопрос. И включая языковой вопрос. В первую очередь. Потому что государство Молдовы нуждается в этничности. Забытие на Донбассе и в Крыму на Украине в 2014 году. После тупого решения Украинской Рады о запрете русского языка. Не с этого началось. На второй день. Там было много другого. На второй день после прихода к власти. Вы хотите сказать, что резолюция ООН сначала говорит, что она не имеет никакого влияния. Подождите, я не про резолюцию ООН. Я про реакцию преднестровцев, которые имеют право на недоверие. В 1989 году приняли закон. Кто будет защищать интересы Молдовы. Это наши граждане. Мы поставим корречники в студию. Это наши граждане. Мы считаем, что мы к этим дискуссиям всегда приглашаем представителей правящей коалиции. Вы верите, когда они слышат слово «преднестровская проблема», у них как-то попадает сразу. Иди с их разе. Это совершенно откровенно. Не потому, что мы не хотим. Очень плохо, что мы хотим. Мы, специалисты, можем это обсуждать. Я хочу напомнить, я наблюдал начало украинского кризиса, этих проблем в Крыму и на Нонбассе. Господин Порошенко на второй день после того, как сбежал Янукович, он полетел в Крым спасать свою недвижимость. Там у него заводы, фабрики и так далее. И когда он прошел к руководству Крыма, господину Константинову и другим, Могилеву, вдову премьер, и сказал, что ребята, успокойтесь, все будет нормально, ушел Янукович, будет другой, все будет по-прежнему. В это время они бросили ему просто на стол листок бумаги. А там было решение, ударенное ему в спину, рады о отмене русского языка на второй день и так далее. Нужно это было. Это что-то решило для украинского кризиса, а ничего не решило. Это был просто удар для того, чтобы была борьба внутри. Вот это наших политиков, как и украинских, очень сложно обвинять в том, что они ставят свои интересы, интересы своих партий выше государства и выше общества. Почему же сложно их обвинять? Нет, нет, знаете почему? Потому что они рассуждаются очень просто. Скажите, а зачем мне это государство, это общество, если я буду не у власти, если я не буду у раздела, не буду у кормушки, понимаете? И их чисто мотивационную часть мы чисто человечески понимаем, да? Они, извините меня, церковь развалят ради какой-нибудь там истории и так далее, и так далее. Но мы-то другие люди, да? Мы же живем внизу, мы же не должны им позволять разваливать все. Вот поэтому мы собираемся в студии, спорим, говорим. И боже нас упаси дойти до того, чтобы мы уже человека, который имеет другое мнение, да, и высказывает, говорили, что он враг, а это у нас на каждом шагу, боже мой по себе. А у нас в политике друг друга врагами называют за городом меньшее какие-то различия. А потом выходит и пугается после заявления известного на плену ЦК партии, а что так дешево продаются депутаты в парламенте, не продешевел ли я? Я так молчание это и расцениваю, знаете. Да, это вы о сегодняшнем... Не-не-не, как сутки прошло, и никто не сказал, я не продавался, понимаете. Все сидят и думают, боже мой, смотрите, кому дали 500 тысяч, а этому 200 тысяч. А этому 200, оказывается, а я что? Да, вот это вот эта беда. Да, это беда, я понимаю. Я хотел, чтобы люди это обсуждали, а не вот то, что вот эти глупости, которые мы там выступаем непонятно. Ну, я еще от себя не могу не отметить, как журналист, магия цифр, да, магия дат. Вот смотрите, парламент, значит, потребовал, в первый раз принял резолюцию в день подписания мирного соглашения 92-го года. То есть вот о выводе, тогда все очень сильно оскорбились, и это, и это, теперь вот 22 июня. Ассоциация вообще более дикая. Понимаете, то есть вот даже в этом... Случайность. 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 Хотела вас спросить, почему? И тогда случайность, и сейчас случайность. Видимо, тогда сессия, ведь сессии ООН, они происходят в определенное время, они не собираются... Сессия ООН, секундочку, это когда наш парламент принял декларацию, и на основании вот этой декларации парламента, собственно говоря, в первый раз наши обратились в ООН. Вот они могли в любой другой день это сделать, наши парламентарии. А в какой день они обратились? Это было в день, сейчас вам скажу, мирного соглашения 92-й год, это 21 июня. Я не знаю, почему я... Июля. Как мне это кажется, вам нравится магия цифр. Мне нравится, что каждый раз, вот это как-то, чтобы вот почувствовали россияне, что вот как это делается. Валерий, вам не кажется? Только мне так. Знаете, мне нравится другая магия цифр и действий. Я знаю, что серьезные решения по серьезным проблемам и хорошие решения принимаются не в шуме и не в раздрае, а в тишине и в порядке. Понимаете? Вот для этого нужно, чтобы... Вполне возможно, я не исключаю, что сегодня внешние силы дерутся. Еще вчера, извините меня, был единый фронт Европы и США против России. Сегодня уже США с Россией рассорились. Завтра еще кто-то будет ссориться. Это было, есть и будет. Мы в этом бурном мире должны знать свой интерес. А наш интерес маленькой страны не в том, чтобы пытаться играть... Играть на одной стороне, на любой. Играть... На стороне... Надо играть на своей стороне. Самое глупое это... Нет, самое глупое это вмешиваться в интересы. Самое глупое это, когда маленькая страна пытается... Как это? В наши дела вмешиваются, а мы не можем вмешивать. А мы должны выступать арбитром в конфликте... Мы должны позиционироваться. Мы должны выступать арбитром в конфликте Великобритания-Россия. Не позиционировать. Дайте закончить. Наш интерес не в том, чтобы пытаться, как сказал наш один знаменитый политолог однажды, играть на противоречиях сильных мира всего. Это смешно. Мы должны делать все, для того, чтобы иметь мозги и, как многие другие страны, сделать нашу страну территорией сотрудничества великих держав, а не раздрая. Это удается очень многим странам, которые сегодня, в отличие от нас, хорошо живут, процветают и решают свои конфликты. Борис Андреевич, вам как магия цифр? Магия цифр? Конечно, мне не нравится, что эта резолюция будет обсуждаться 22 июня, потому что у меня печальная ассоциация с этой датой. Это день памяти скорби у нас, потому что началась Великая Отечественная война. И какая-то символика вот такая нехорошая, она переносится вот на... Вот у меня к этой резолюции уже только из-за этой даты отношение какое-то не совсем хорошее. А вот то, что заявление, когда они тогда первый раз вносили и делали, 21 июля, ну это, наверное, просто, наверное, наши правители вообще не знают сути, историю этого вопроса. То есть они вообще не вспомнили? Они даже и не посмотрели, что здесь есть какая-то ассоциация. Потому что у нормального человека там что-нибудь челкнуло. Ну, наверное, давай 22 сделаем или 23, но 21 это точно связывается нехорошо. Не думают, они просто не думают. Они решают, вот я глубоко согласен с господином Дебедецким, вот это вот сиюминутное решение каких-то проблем. Ну, они привыкли. А зачем мне, извините, меня решение проблем, когда я не в власть? Да, и то, что здесь есть предвыборный вот сейчас вот этот фактор, то, что им нужно... Ну, вот я не люблю этих слов. Вот это то слово, которое не нравится Корниллу, да, вот русофобия, вот педалирование вот этой темы, взбудораживание общества, русский язык, межнациональные конфликты. Вот опять будем бороться... Русофобия есть там, где есть русские войска. Вот что необходимо есть. Знаете, а там, где есть американские войска, 117 стран мира, там что, Корнилл? Пожалуйста. Давайте скажем так, что... Это вы про Захару или прошли? Я не понял. Я хочу сказать, что наши политики... В Париже нет русских войск, русофобия есть. Я вот про Великобританию сказала. Давайте. В первую очередь они там есть. Они солидарны с теми. Я хочу сказать, что... Дело с Крипалей вспомним. Они где сейчас? Отравленные. По солидарности. Валерий, потом Корнил. Успеваем, по-моему. Мало времени остается, но успеваем, если коротко. Я хочу сказать, что наши политики друг друга ненавидят не из-за русского языка, европейского вектора в Конституции и так далее. Наши политики друг друга не любят и борются между собой за доступ, за кормом Родины, которые дают, так сказать, возможность хорошо жить и управлять другими. А для того, чтобы других задействовать в этой игре, как это было недавно в Кишиневе, они прибегают к этим вещам. А давай их разделим, да? Вот подбросим им Приднестровье, русский язык, европейский вектор, куда-то никто не зовет, понимаете, в Европу. И еще что-нибудь придумают, да? И вот люди побегут, знаете, голосовать не за то, чтобы подметали улицы, убирали, что застроили, наводили порядок в городе, а побегут голосовать за какие-то мифические дела, вот типа как в футболе, погнали наших городских. Вот я болею за Бельгию, а отсюда болею за еще за кого-то. За Панам. Да, и какая боль, Аргентина и Ямайка 5-0. Вот и все. Пока вот это, пока население будет верить в эти сказки... Вам должна предоставить слово, пожалуйста. Я только хочу... Вот я лично точно могу сказать один момент. Вы знаете, мне очень не нравится, когда в этой студии стали приходить новых гостей, которые мне все время говорят, знаете, это предвыборный контент, то нам не будем обращать на это внимание. Да что он там сказал этот канду? Это упрощение. Да, понимаете? Да что там, что вы сказали, что вот вы вмешались в дело России, Великобритании, в дело Скрипали? Да вот не обращай. Вот нельзя же так, правда? Нет, я хотел про русофобию. Все-таки вот если взять три страны, которые близки сейчас, Грузия, Украина и Молдова, настоящая русофобия есть только в Украине. И это объяснимо. Все-таки у них, они ведут боевые действия. Даже при всем, при том, что в Грузии была война, там русофобии нету. Российские туристы без проблем приезжают, причем в огромных количествах отдыхают. Я сам видел это собственным глазами. Статистика это подтверждает. То есть Грузия идет на какое-то все-таки, несмотря на то, что ориентир четко на НАТО, все равно идет экономически, она выстраивает свои отношения с Россией. И Молдове тоже. Русофобии, как таковой, как политического феномена, нет. Есть политические декларации определенных лидеров. Кстати, и демократической партии. Демократическая партия не русофобская партия. Просто у демпартии есть позиция. И она защищает позицию Молдовы, причем идея суверенитета. И она вынуждена. Кстати, господин Воронин в определенных ситуациях, когда был президентом, тоже высказывал такие же позиции. И он отказался подписать меморандум Козака. Эти позиции сравнимы? Они сравнимы, сопоставимы. И то, что говорит сейчас представитель демократической, это сравнимо? Я вижу разные декларации. Причем самые такие, скажем так, жесткие декларации по поводу России принадлежат господину Канду. Но это не позиции партии. Это высказывание спикера. И он так думает, он так считает. А вы знаете, многих стало пугать, что у него это от сердца идет. Ну пусть идет от сердца. Канду сам по себе председатель парламента, зампредседателя демократической партии. Вы знаете, вы ответите. У него очень четкая промолдавская, прозападная позиция. Молдавская это прозападная? А он очень четко промолдавская, пророссийская позиция. Почему промолдавская позиция должна быть прозападной? А почему должна быть пророссийская? А я говорю пророссийская. Вы сказали молдавская Конечно же вы говорите. Если вы подсчитаете, сколько раз вы в этой студии сказали слово «канду», господин Канду своего добился. Он накануне выборов в тренде, о нем говорят, о него пишут. Теперь ни один пожар, ни в одном курятнике не обходится без упоминания. Валерий, очень важный вопрос. Секундочку. Ну правильно. Нет, секунду. Борис Андреевич, очень важный вопрос. Вы серьезно считаете, что из-за этого у него вырастут политические очки? Да нет. Нет, секунду. На определенном... Подождите. Вы на местных выборах не наблюдали? Вы на местных выборах не находали это? Да, знаете, вот люди пойдут и скажут, вот, понимаешь... На местных выборах я не наблюдала, чтобы демократическая партия какой-то ошеломительный результат получила. Я полагаю, я полагаю, что демократическая партия делает такие заявления, определенно надеется перебрать на себя определенное... Да, этот электорат больше всего когда-то любил Михаила Теодоровича. Но Михаил Теодорович Бози, понимаете, и уже как бы не продает свой признак... Политический, мы добавим. Политический. Признаков политической жизни, да? И уже это сказать хочет передать партию господину Киртоку. Господин Кирток вообще думает, да? Но там есть господин Мунтян, он с удовольствием возглавит и не это. И поэтому я говорю, что этот электорат тоже надо каким-то образом аккумулировать. Есть, определенный. У нас электорат поделен. Он не резиновый, понимаете, как эти автобусы-гармошки в советские времена, понимаете? Он распределенный. И Демпартия фишку знает, понимаете? Она знает великолепно, на кого она работает и так далее, и так далее. Она готовится к Демпартии, к выборам. И она делает все для того, чтобы себе задолбить место, чтобы, не дай бог, никто не появился тот, кто может себя назвать любимой женой султана. Борис Андреевич, минута. Да, минута, да. Я абсолютно согласен с тем, что то, что сегодня происходит, и вот это и русские языки, попытка этого европейского вектора в Конституции закрепления, да, и вот это резолюция. Многие-многие-многие другие вещи. Да, и многие-многие-многие другие вещи. Это, естественно, предвыборный тренд, который предназначен и, с одной стороны, на внешних партнеров, прежде всего, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, а с другой стороны, он предназначен для того, что, ребята, мы свои буржуинские здесь, да, дайте мне банку варенья и пачку печенья. Вот, то есть, телезрители, кто не смотрел, мальчишки-бальчиш, посмотрите, вот фильм, там вот все рассказывается. Да, вот оно один к одному идет. И вот это идет, вот этот тренд развития этой русофобии, геополитики на наших парламентских выборах, потому что, по-другому, эта банда, укравшая у народа один миллиард денег, победить не может. Спасибо. Одна минута. Нет, ну я только хочу сказать, что резолюция это про то, чтобы напомнить России, что нужно вывести войска. Именно про это она говорит. Я думаю, это не лишний напоминать России очень часто, желательно каждый день. Да, а нашим властям напоминать о украденном миллиарде. И от этого... Кстати, это делают. Это делают каждый день и напоминают. Не забывают. И от этого этот прыщик рассосется. Ну, бывает. Я благодарю вас за то, что у нас с вами получилась такая жаркая дискуссия. Правда-правда. Потому что мне кажется, что когда на эмоциях люди говорят, да, они, на мой взгляд, говорят искренне. Спасибо вам большое. Извините, что не спрати. Посмотрим. Ну, я прощаю это, да. Посмотрим, как будут развиваться события, какова будет судьба все-таки этой резолюции. Ну, в случае чего мы можем собраться еще раз проанализировать, как это рассматривали. Что там написано в итоге было в этой резолюции. Да, 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 генеральной ассамблеи ООН. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова